На 16-й сессии Совета народных депутатов района было рассмотрено 8 вопросов. В ходе сессии принимали участие глава администрации Заур Хамирзов и его заместители, а также руководители отделов и управления администрации района. Один из основных вопросов повестки дня был посвящен отчету председателя контрольно-счетной палаты о его деятельности за 2023 год. В этом отчете были отрежены результаты организационно-информационной работы контрольно-счетной палаты, а также ее участие в межмуниципальном сотрудничестве, а также приоритетные направления деятельности палаты в 2024 году. В плане работы контрольно-счетной палаты на 2023 год предусматривалось проведение 38 мероприятий, из которых 7 контрольно-дивизионных, 10 экспертно-аналитических, 21, в дальнейшем проверке отчета о исполнении бюджета муниципальных образований. Все контрольно-экспертно-аналитические мероприятия были запланированы и исполнены со сроком решения в учетном году. Всего в отчетном периоде в ходе плановых контрольных мероприятий было проверено бюджетным средством в общей сумме 103 млн 211 900 рублей. В 2020 году в адресе объекта контроля контрольчетной палаты набрали 7 представлений с предложениями от принятия мер по устранению выявленных нарушений, совместившими на мотивы правовых актов муниципальных образований и лечения к ответственности лиц, допустивших нарушение. За ненадлежащее исполнение ответственными должностными лицами в среде должностных обязанностей дисциплинарной ответственности в 2023 году по результатам проверок было при Nietzsche, но 9 должностных лиц. Руководители объектов проверок, где по результатам которых на мероприятии выявлены в большей сцене финансовых нарушений, применялись дисциплинарные меры ответственности и должностным лицам допустивших нарушение к этой планированиям. После этого начальник отдела финансов представил доклад о выполнении бюджета района за 2023 год и первый квартал текущего года. Исполнение за 2023 год по доходам характеризуется следующими итоговыми показателями. Общий объем доходов консолидированного бюджета составил 1 млрд 255 млн 113,7 тысячи рублей, в том числе район 1 млрд 150 млн 151,6 тысячи, поселение 355 млн 113,7 тысячи рублей. Из общего объема доходов консолидированного бюджета налоговые и налоговые доходы составили 277 млн 965,5 тысячи рублей, из которых налоговые и налоговые доходы районного уровня, бюджет районного уровня 188,6 млн, доходы по налоговым и налоговым затянным бюджетам поселения 89,3 млн. Безвозмездные поступления в общего объеме составили 977 млн 148,2 тысячи рублей, из которых дотации 314 млн 79,3 тысячи рублей, субсидии 269 млн 125,5 тысячи рублей, субвенции 340 млн 954,6 тысячи рублей, Иные нежбюджетные трансферки 53 млн 364,3 тысячи, прочие безвозмездные поступления 226 тысяч. Доходы бюджетов от возврата бюджетами бюджетной системы остатков субсидий прошлых лет минус 1 миллион 173 тысячи. Основными источниками формирования налоговых и налоговых доходов консервированного бюджета являются налогные доходы физических лиц 70,5 миллионов, это 25,4 десятых от общего объема налоговых и налоговых доходов. Налоговый налогов и налоговых доходов 57,8 миллиона 20,8 процента, аренда и оплаты за землю 51,1 миллиона 18,4 процента, налогов и имущества организации 29,7, это 10,7 процента, акцизы на ГСМ 25,5 процента 9,2 процента, земельный налог 18,3 миллиона 6,6 процента. Депутаты единогласно приняли отчет начальника отдела имущественных отношений администрации района о работе этого отдела в 2023 году. Учет средних объектов, администрирование налоговых доходов, введение информационного ресурса для управления договорами и арендой, отделом имущественных отношений ведется на программном комплексе БАРС имущества. В собственности, в муниципальном образовании Кашкабовского района находится 50-го учреждения. Проявлена металлизация всех учреждений Кашкабовского района, выявлено отвижимое имущество, основные средства, морально вставившие непригодные использования и поддерживающие списания в количестве 1,4 миллиона 18, на сумму 5,252,8 миллиона. За 2020 год отделом имущественных отношений администрации муниципального образования Кашкабовского района проведена работа по основанию государства Кашкабовского учет 12 миллионов участков под Актуал, 35 миллионов участков под Актуал. Согласовано, утверждено и поставлено на государства Кашкабовского учет 148 миллионов участков. Отделом продолжает процесс приема передачи рекордов, связанных с ограничением полномочий между федеральными, эспубликанскими и муниципальными властями. В 2020 году в муниципальном собственности муниципального образования Кашкабовского принято движимое имущество в количестве 23 370 штук на общую сумму 34 247 600 рублей. Показателем эффективного управления расторжения земельными участками является объем поступлений деревянных средств в местном бюджете отновленной платы за используемое муниципальное имущество земельным участком от продажа имущества. Земельный фонд Кашкабовского района составляет 60 596 гектаров. Основную долю земельного фонда района занимает земельное сходя на значение на общую площадь 55 785 гектаров. В аренде находится 947 гектаров участка из них 2096 гектаров, это земельное сходя на северной промышленности, общая площадь 135,35 гектаров. И 651 земельное сходя на значение, это земельное под обе камни сходя на производство, а также пасы, пасы, кисенокосы и т.д. На общую площадь 10 936 гектаров. На 1 января 24 года бюджет муниципального воззывания Кашкабовского района заступил 50 000 гектаров на 60 000 гектаров. Прогноз составил 45 550 000 гектаров, что составило 116,5% при выполнении организма наступлений. Это взыскание другого кошелки, заключение нового предполаганного ренды, повышение ставки ренды пасы, когда свои стоимости земельное сходя на счет. Все вопросы повестки дня были подробно обсуждены и по каждому из них были приняты соответствующие решения.